Приветик, мои дорогие! Сегодня я хочу показать вам и вместе с вами посмотреть интервью Петра Толстого, который дал интервью руководителю рядовка Александру, по-моему, Костылеву. Александру он или Алексей? Сейчас увидим. Алексея Костылева. Это интервью было в феврале, но оно как-то прошло мимо. Его не было на Ютьюбе, его записали они и выложили на Рутубе, ВКонтакте и в Яндекс.Дзене. Но на Ютьюбе оно как-то прошло мимо. И я уж не помню, как оно мне попалось на Рутубе. Я удивилась, что не было всплеска большого, потому что очень интересное интервью. Очень много было просмотров ВКонтакте, но очень мало было на Рутубе. Смотрите, 3 месяца назад и всего-навсего 139 просмотров. Я не знаю, почему так было мало просмотров. Интервью на самом деле было очень интересно. Разговор шел об иммигрантах и об иммиграции. Поэтому я думаю, нам обязательно нужно посмотреть это интервью и обсудить. Я буду стараться давать комментарии либо по ходу, либо в конце видео. Начинаем смотреть. Мне кажется, политика государства должна быть гораздо жестче в этом отношении. Мы самый вообще терпеливый народ русский. Хотите работать в России? Извольте уважать наши цены. Диаспоры живут своей жизнью. И главы диаспор боятся этого признать. А мы хотим уважения в обществе. Что ты сделан для того, чтобы тебя уважать? Обижать это я, специалист. Вы должны быть нейтральными. Не получится. Инфобизнес без наглости, наверное, не работает. Если делать вид, что проблемы нет, она не решается. Она только загоняется в губ. Не надо пытаться навязывать в агрессивной форме свои представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Они у нас есть. И все, кто с ними не согласен, дверь вот так. Вал этой русской истории, в которой мы живем, он неумолимо движется. Я, когда Крым вернулся в Россию, я думал, ну все, мы как бы уже все интересное, так сказать, прожили. А на самом деле оно только начинается. Поэтому, может, вашему поколению даже больше повезло в том смысле, что вы сейчас вот это все проживаете. А мы прожили 90-е, когда тоже каждый день менялась ситуация. И, допустим, там, не знаю, боевые действия в Чечне, там, Ельцин, вот эти все, значит, шараханье страны в сторону, бомбежка НАТО, Югославия и так далее. Вот эти все события, они тоже повлияли на нашу историю, на то, как мы относимся сегодня к тем словам, которые мы слышим с Запада. Как мы верим или не верим тем или иным заявлениям. И вот оппозиция наша, так называемая, те люди, которые сейчас на Западе формируют там какие-то правительства в изгнании, их ущербность, она именно в том, что они этой истории не чувствуют. Они как большевики, они вне истории находятся, они просто говорят, вот прекрасная Россия будущего, это иллюстрация, это то, это все, это десятый. Они не хотят будущего, по большому счету. Они это не совсем понимают, но для них будущее, это, я не знаю, какая-то картинка, возможно, Запада, возможно, опять-таки, из прошлого. Но мы видели это все на Украине. Ну, вот это что картинка? Картинка, это Украина, это Европа, вот эта картинка. То есть они просто берут вот эти мифы, которые европейцы распространяют, они их впитывают, они это все институциализируют. Верховенство права, свобода слова, все. Потом, как только это становится по тем или иным причинам невыгодно, посмотрите на Союзничество Украины, ничего там этого нет. Да, некая такая ассоциированность с Евросоюзом, которая подразумевает полное отсутствие свободы. Ведь Россия, это по большому счету, это очень свободная страна, как бы, и даже вот, ну, возьмем последние события, да, то есть я, честно говорю, я не могу себе представить, вот события там прошлой недели, ваше высказывание, все, что последовало за ним, ни в Европе, ни в Америке. Как бы там кто ни относился, там, свободный, но у нас самая свободная страна. А вы что имеете в виду, какое высказывание? Я каждый день что-то говорю, но я... Я про мигрантов. Ну, про мигрантов, это проблема, которую общество сегодня волнует, и проблема, это связано с абсолютно, ну, наглым поведением людей, которые приезжают в Россию с таким потребительским отношением, желая здесь обосноваться. Мне кажется, политика государства должна быть гораздо жестче в этом отношении. А у нас, знаете, такая родовая травма вот этой ленинско-сталинской национальной идеологии, когда, собственно, эта родовая травма СССР тоже погубила, потому что было записано вплоть до отделения в Конституции. Но эта родовая травма, она распространяется на национальные отношения. И я, знаете, меня все время пытаются упрекнуть в том, что я как-то без уважения отношусь, я с огромным уважением, я служил в Советской армии, у меня вот в Роте было 35 национальностей, выходцы из всех республик бывшего СССР, и до сих пор мы общаемся, я менталитет прекрасно понимаю и знаю, о чем говорю, но легализация вот каких-то, ну, если хотите, ценностей горных кишлаков на территории России, она неприемлема. Хотите работать в России, извольте уважать наши ценности. Если хотите свои ценности, пожалуйста, домой возвращайтесь и там... Ну и вот я хочу просто на секундочку прервать и спросить, а в чем он не прав? В чем он не прав? Живите как вам удобно, мы же не вмешиваемся в вашу жизнь. Вы правильно сказали про истоки Советского Союза. Советский Союз это все-таки очень большая и разная махина. И когда мы берем ментальность, это одно как бы народов, которые существуют друг другом и верят в построение светлого будущего. Мы со всем уважением, но если эти народы образовали отдельное государство, то почему нужно ехать сюда рожать детей за материнским капиталом, потом эти матери с детьми остаются там в кишлаках, а их значит мужья здесь успешно развивают деятельность с этими всеми бородками и со всеми... Это обман. Ну, это обман. Но на самом деле я хочу сказать, что в самих республиках такого терпимого отношения к этим вещам, как в России, нет. Я на самом деле много знаю таджиков. Они идеально выбриты. Они когда на это смотрят, говорят, да, ага, у нас так попробуй-ка сделать. Да, и попробуй, и попробуй ты, значит, вот работая доставщиком, перекрой въезд во двор где-нибудь и еще вступи в конфликт с местными жителями, размахивая битой. А у нас это сейчас запросто. У нас целые гетто образовались благодаря вот этим вот, этой миграционной политике и, вернее, отсутствию политики, потому что политика это все-таки это действие какое-то. У нас полное бездействие. И когда речь идет о функциях диаспор, значит, что это за институт, непонятно. Да, у нас закон есть про национально-культурную автономию, это ясно. Но прежде всего это должно касаться тех народов, у которых нет собственной государственности. Ну, понимаете, я, например, представляю национально-культурную автономию курдов в Москве. Окей. Но национально-культурная автономия таджиков или узбеков, она к чему? Есть Таджикистан, есть Узбекистан. Пожалуйста, если вам там, если вы приехали сюда, вы приехали работать, сохраняете свои обычаи и традиции, уважайте законы России. Если вы приехали сюда для того, чтобы здесь жить, привезли свою семью, хотите получить вид на жительство и гражданство, то же самое. Вы должны прежде всего принять образ жизни страны, в которой вы собираетесь жить. А если вы приехали просто поработать, не надо тогда везти свою семью. А сейчас же что происходит? Сейчас у нас, как бы нам строительная отрасль говорит о том, что некому строить, нужно срочно-срочно везти, они их завозят, через день они уже не на бетон мешают, а они уже таксисты или доставщики Яндекса тут в самом лучшем городе Земли. Причем вы несколько сейчас важных проблематик подняли, про которые я предлагаю поговорить отдельно. Все-таки действительно есть миф о вовлеченности мигрантов в сугостроительную отрасль, что по крайней мере на примере Москвы точно не так. Как мне рассказывали, не более 20% строительная отрасль. В Краснодаре то же самое. Я сколько ездила на такси 6 месяцев, процентов 60 таджики, и они говорят, что мы из Таджикистана, и мы здесь зарабатываем, и деньги отправляем в Таджикистан. Это вот сами водители такси говорили в Краснодаре. Очень сложно контролировать, потому что у нас так эта система работает, она как сито, она ничего не задержится, через него все протекает. Поэтому пока не будет в этой внятной как бы системы регулирования миграции, те проблемы, о которых мы говорим, недовольство людей, оно, к сожалению, будет продолжаться. И я уверен в том, что эти проблемы и глава государства, и правительство, и парламент все эти проблемы осознают. К этому нужен очень деликатный подход. Еще раз говорю, не надо никого обвинять в какой-то национальной нелюбви в том, что кто-то кого-то не хочет терпеть. Нет, мы самый вообще терпеливый народ русский. У нас такое количество национальностей живет в Российской Федерации и не просто живет вот на протяжении там 50 или 100 лет, а уже как бы тысячу лет живут, и они сохраняют свою культуру, свою веру, и мы рады этому разнообразию, и это наше богатство. Но не надо навязывать в агрессивной форме тем более, когда речь идет о больших городах, где наибольшая такая нагрузка и нелегальные миграции в том числе, не надо пытаться навязывать в агрессивной форме свои представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. они у нас есть, они наши, мы их менять не собираемся, и все, кто с ними не согласен, дверь вот там. Именно в 90-е придумали этот механизм по работе с диаспорами. Как это работало в 90-е? В 90-е, соответственно, как бы бандитизм, всего этого много, как бы государство слабое, и был придуман вот такой простой способ. Есть вот некая диаспора, ее представитель, и дабы, соответственно, не погружаться в этот клубок каких-то противоречий, правоохранительным органам. Тогда было не до того. Соответственно, правоохранительные органы обращались к какому-то представителю диаспоры, и он там внутри каким-то образом договаривался, чтобы по-тихому решился. Но это мафиозная схема. Это то, что... На среде 90-е. Да, но это вот схема. Схема проблема в том, что одно дело, когда диаспоры занимаются как национально-культурной автономией, там они сохраняют какие-то обычаи, традиции, не знаю, там плов там готовят все пестики. А когда люди занимаются, работают решалами от МВД, значит, к своим соотечественникам и прикрывают их от любых вообще противозаконных действий, ну, условно говоря, там водитель киргиз без страховки на машине с поддельными номерами попадает в аварию, и он тут же вызывает адвоката, который работает на диаспору, которому платит диаспору. Диаспора ходит, решает потом. Да, и диаспора ходит, решает. То есть никого это не волнует. Это абсолютно нежизнеспособный инструмент, причем... Но он в законе, он есть. У нас есть закон от 96-го года, и там есть вот эта тема национально-культурных автономий. Ну, пусть они будут, эти автономии, только тогда давайте мы определим четко рамки, за которые они не должны выходить. Они не должны заниматься там правоохранительной деятельностью, они не должны пытаться навязать чуждые нам традиции, распространив их за пределы диаспоры. Ну, хорошо, вы любите плов, а есть люди, которые любят пельмени, и ничего такого страшного в этом нет. Нет, как бы диаспору пельмени. Угощайте друг друга, да. Ну, вы можете ходить в гости друг к другу, но это не значит, что все должны любить пельмени, или все должны любить плов. Мы же, как бы, в терпимом обществе живем. Просто я могу привести пример. Предположим, мы с Петром решаем создать, как бы, диаспору пельмениедов, да. И мы, как бы, ходим, договариваемся. А теперь одни пельмени. Ну, кому это понравилось? Нет, это во-первых. А во-вторых, если кто-то не поел пельмени, то мы, как бы, ему начинаем угрожать. А если кто-то... Ну, зачем плов ешь? Вот наши пельмени. А если кто-то переел пельмени, то мы говорим, что, ну, отлично, очень хорошо, давайте, так сказать... Да, флаги начинаем пельмени вывешивать везде, как бы, кричать о пельменях. Да, да. Ну, это же... Таких примеров можно массу привести. Они, на самом деле, даже вот помимо пельменей существуют же в реальной жизни. Но еще раз повторю, тут обижаться не на что. Надо проблему признать, надо проблему решать постепенно. И делать это очень аккуратно, предельно аккуратно, потому что как раз, ну, наши, как бы, недоброжелатели пытаются расшатать страну изнутри. Это такая тема очень деликатная. Очень деликатная. Но я бы вот как раз про эту конкретику чуть побольше проговорил, честно скажу. Вы на моей памяти первые государственные... Ребята, я хочу сказать, что, как бы, Петр прав, потому что мы на деле это наблюдаем в США. Вот я сейчас нахожусь в Техасе, и я уже вижу о том, что вот эти вот завезенные сюда мигранты, они здесь устраивают, как бы, ну, беспредел. Люди уже боятся выйти на улицу, много магазинов грабится, криминал очень сильно вырос, и рабочие места для людей, которые были местные, они, как бы, тоже стали исчезать, потому что бизнесу выгоднее взять нелегала, платить ему под столом в два раза меньше, чем взять легального гражданина и платить ему по закону, законную зарплату. Вот, так что это большая проблема, и можно вот таким путем любую страну разнести. Вот они в США, как бы, сейчас изнутри вот этой вот миграции и разваливают. То же самое может дождать и Россию. Там нужно быть очень с этим осторожным. И деятельные силовик, которые понимают внутреннюю подоплеку, потому что я до этого говорил с силовиками, они, по-моему, понимают, да, вот как раз. Так они решают с ними, конечно. Но не все хотят. Причем внутри силовики, они тоже говорят, да, но это какой-то бред, сейчас это не нужно, это сильно вредит. Причем давно говорят, да. Как бы, но при этом я понимаю, почему им это удобно. Это хорошие отчеты, рост там по службе, и никто вроде никого не дергает. А ты быстро вопросы решаешь, позвонил, говоришь, слушай ты, Маратыч, давай, ты сам подбирай таксистов. А оказывается, не решаешь. Вот, на мой взгляд, в чем риск? А когда они вот выйдут где-нибудь в Москве, соберутся в 1050, вот эти звонки, якобы решающим в диаспорах, они ничего не решат. На самом деле они решают какие-то узкие, свои уже интересы. Диаспоры живут своей жизнью, и главы диаспор боятся этого признать. Все, что мы видим, вот этих заявлений вовне, там, в медийку, да, это просто пыль в глаза-то, по большому счету. Они хотят показать, что они что-то контролируют, но в реальности контроля уже никакого нет. Не, ну дай им Бог, пусть контролируют. Тут вопрос в том, что мы не знаем, что они контролируют, как они контролируют, и не узнаем этого. Просто я хочу сказать об одном, что если делать вид, что проблемы нет, она не решается, она только загоняется вглубь. Взорваться. И мы занимаемся тем, что мы решаем какие-то... Все время работаем со следствием. Не с причиной, а со следствием. Допустим, там, Министерство просвещения разрабатывает программу, чтобы детей, которые не говорят ни слова по-русски, адаптировать к приходу в школу в первый класс. Мы почему столкнулись с такой проблемой? Потому что во многих школах там классы либо целиком, либо там 3-4 ребенка из русских семей, остальные там 25 из семей, приехавших, новых граждан России. И, конечно, это проблема для учителей. Они не могут преподавать, если 25 из 30 детей не говорят по-русски. Отдельно нужно сейчас курс. Вот министерство это прорабатывает, этот вопрос. То есть мы все время работаем со следствием. МВД не может депортировать, у них не хватает денег. Они бы депортировали больше, но у них нет денег. А как ты их вывезешь? Ну, самолетом, поездом, ну, так сказать, депортация это процесс. А этот процесс требует сопровождения и так далее. У них это в бюджете не предусмотрено. Поэтому, когда... Здесь с какой стороны не зайди, везде проблемы есть. Но это следствие. Это именно следствие. Но нужно сначала устранить причины, а потом уже и следствие можно. Знаете, вы правы абсолютно. Но в плане причин всё намного глубже. Потому что, например, мы коснулись вопроса строительной отрасли, и что якобы под предлогом необходимости идёт массовый завоз. Недавно рассказал знакомую ситуацию в Тверской области строительства. Они привозят, вот этих представителей Средней Азии, они приходят и говорят, ой, зачем? А нам в Москве хорошо. Даже если вы платите больше, мы не хотим, здесь условий нет. Они уже привыкли. И как бы это не работает так, как работает у них представление, работало 5-10 лет назад. Но нет у этого ничего такого. Сейчас уже, соответственно, этот вопрос мог бы решиться, если бы внутри строительной отрасли запустили бы механизм работы с тем регионом, где идёт стройка. Обычно же ещё что жалуются? Федеральное строительство, никто из местных не идёт. Понятно, почему. Это другая проблема, немножко. Это тендеры, все эти последствия 44-го закона. Это понятно, почему федеральные органы власти или там федеральные учреждения, которые строят что-то в регионе, они стараются сделать так, чтобы подрядчик был их и выиграл тендер их подрядчик. Чтобы не было проблем, чтобы наружу не уносилось информацию. Дальше закрытый стройгородок, вагончики, узбеки, потом антисанитария, потом отравление, значит, шаурмой. И вот это всё, это мы всё вот видим каждый день в новостях. Отчётинг. Я это называю так. У нас, к сожалению, в государстве-то слишком много. То есть, фактическое действие не совершается, но есть отчёт, который полностью позволяет человеку, который его сдаёт, закрыть, соответственно, проблему. Отсюда. Строительные истории, потом мигранты, всё остальное. Если мы говорим про причину, это, конечно, вопрос совершения реального действия. И вот, когда мы вначале немного поговорили про развал Советского Союза, ведь вот это формальное отношение ко всему, формальные разговоры с местными национальностями в союзных республиках, но на самом деле без совершения конкретного действия и привели к развалу страны. Конечно. тут, наверное, у развала страны было много причин экономической, борьба за власть внутри КПСС, тут можно перечислять много причин. Нам нужно серьёзно относиться к проблемам, которые для государства и для людей, прежде всего, которые живут в этом государстве, представляют угрозу. Вы, на самом деле, другую важную проблему поднимаете про законодатель 44 ФСЗ и работы финмониторинга. Всё, что у нас делалось с подступлением в МФ и то, на самом деле, как сильно тормозится развитие предпринимательской сферы из-за этого законодательства. Другая, очень большая сфера, и вот, ну, один из моих любимых примеров, у нас есть сотрудник, мы в начале СВО активно собирали на сборы, да, у него до сих пор всё заблокировано. Да, да. Я как бы, всё-таки, главный редактор, могу поговорить, там, да, с Росфид-мониторингом, где-то, я до сих пор не смог ему разблокировать карты, а до сих пор ходит без карты. Хотя он просто помогал, ну, армию. На фронт собирать А, никакого много. И как бы, оно работает в обе стороны. То есть, тот именно закон, который сейчас работает, создававшийся под другие условия совершенно, да, он сейчас, ну, и в кривь, и в кось, он многих ограничивает очень сильно. И, как бы, конечно, наше финансовое законодательство, оно очень своеобразно. С одной стороны, приспособившиеся чиновники, не борьба с коррупцией, а с другой стороны, невозможность, по сути, ну, запускать свой бизнес. Да. Как бы, и вот мы, конечно, можем сколько угодно там долго спорить про все эти истории с блогерами, которых там сажают, но, очевидно, почему они так начинают туда идти? Дело в том, что, когда принимали законы о самозанятых, или там все те законодательные льготы, которые действуют для ИП, ведь все время все представляют, не знаю, там, знакомую жены, которая печет торты. Вот. И чтобы вот ей легче было, 6 процентов, и упрощенка, и личный кабинет, и два нажатия, ты как бы все сдал, и все прекрасно. Но знакомой жены никто не объяснил, что она пенсию не будет получать. Ну, такая простая вещь, да, оказалось. А вот так это происходит. А ей, чтобы сейчас заработать на эту пенсию, она хочет, конечно, она открывает 10 этих ИП, 15 самозанятых, подключает и платит в 5 раз меньше налогов, пытаясь сейчас заработать как бы побольше денег. А то, что происходит в благосфере, это просто концентрация этого. Это же по всей экономике происходит. Просто в благосфере это видно невооруженным глазом, когда дробится бизнес, собственно, за что их все время привлекают-то, да, ФНС. Потому что происходит дробление бизнеса. Вот эти курсы, вот, значит, тут одно, тут другое, тут тренинг, 10 поставляющих. Ну, наглость, да. Ну, наглость, инфобизнес без наглости, наверное, не работает вообще, я так думаю. Ну, вот сейчас эта тема, она как бы пришла тоже в Государственную Думу. У нас же какой стереотип, что в Думе такие, значит, дурацкие дядьки, которые в костюмах мрачные, все всем запрещают и так далее. И вот приходят блогеры в Государственную Думу. Собираются, и мы с ними встречаемся. И мне там помощник на ухо говорит, что Петр Олегович, тут вот в зале здесь блогеры, и, вы знаете, у них, ну, 40 миллионов подписчиков. Это он мне говорит, для чего я думаю? А, ну, наверное, чтобы я как-то не обидел никого. Я думаю, боже мой, 40 миллионов, это же аудитория Первого канала. Вот. И, значит, сидят блогеры, они что говорят? Они говорят, слушайте, депутаты, ну, нам что нужно? Нам нужен вот этот код экономической деятельности, АКВЭТ, там специальный для блогеров, мы единственный социальный лифт, у нас, вот у меня 6 миллионов подписчиков, вот девочка с переделанными губами, у нее 20 миллионов подписчиков там, и так далее. Очень хорошо, все понятно. И дальше они говорят одну важную вещь. Они говорят, а мы хотим уважения в обществе. Уважения. Я говорю, коллеги, ну, мы сделаем все, что касается административной вот этой истории, там, или там законодательства, внесения поправок по этим АКВЭДам, не проблема. Все, что нужно вам организационно, мы сделаем. Но есть тема с уважением, она такая непростая, как ни странно, потому что вы же себя все время между собой и вовне позиционируете с точки зрения количества подписчиков, или, как они говорят, подписоты. Вот, значит, количество подписчиков растет на чем? На контенте, который, скажем, удовлетворяет любопытство, шокирует публику, и, как бы, ну, я так не хочу обобщать, но, скажем, тенденция к желтизне и к такому трэш-контенту, хайпу, да, она очевидна. Кинул ты, значит, своего ребенка в сугроб, вот у тебя увеличилось количество подписчиков сильно. И ты, ты как бы герой, вот, ну, в этой вашей истории. Ты герой. А я говорю, вы знаете, а чтобы было уважение общества, вы же транслируете в общество самих себя, вы должны тоже тогда как-то сами измениться. ты сделан для того, чтобы тебя уважали. Нет, тут вопрос в том, что, понимаете, у них изначально прицел сбит, то есть они изначально ориентируются только на количество подписчиков, а вы попробуйте сориентироваться на то, чтобы этих подписчиков подвести к какому-то содержанию. Проси-ка их как бы, а давай-ка за ИСО, да? Ну, да ладно, за ИСО. Ой, я не могу, у меня аудитория... Нет, да они там, хорошо, нет, они следят за судьбой панды там, Катюши, это их проблемы вообще. Наворачивают там волосы карандашом, у них масса занятий, дегустируют красное вино, да ради бога, пусть живут своей жизнью. Но я просто хочу сказать, что если вы людей изначально как бы все время тыкайте, значит, вот в эту грязь для того, чтобы увеличить охват, вы не можете потом взять и сказать, а, кстати, давайте я сейчас вам там вслух почитаю рассказы Чехова. Нет, этого уже не будет с вами. Вы сами на какой ментальности? Вот в общем вопрос. Поэтому уважение общества, его, ну, надо заслужить, и те люди, которые пользуются уважением общества, они что-то сделали для этого общества. Прошли некий путь. Ну, условно, ну, или делом каким-то, да, что-то сделали. Вот есть уважение. А вы хотите, чтобы уважение, вы меряете себя количеством подписчиков, а уважение просто прикладывалось от количества, оно не будет прикладываться. То есть от того, что у человека там 10 миллионов подписчиков, я, ну, как бы я, я к любому человеку отношусь с уважением, но отдельно его как-то специально уважать больше, чем того, у кого 5 подписчиков, я не буду. Конечно, это, ну, не хочу обидеть кого-то, да, но есть понятие цыган. Обижать это я, специалист, вы должны быть нейтральны. Не получится, потому что на самом деле у меня тоже с этого прикипает довольно сильно, и даже как бы вот мы если там берём там, ну, нашу, скажем так, среду там, военкоровскую, там вот ребят, которые пишут, там такой гадюшник местами, если ксюшу, что, зачем вы это делаете, вот зачем вот это всё на оружие выносите, да, то есть это как бы нет не то, что кодекса этики, нет вот действительно той самой ментальности. Если вы как бы претендуете на государственные дела, ну, вот если мы в военкорстве, это же прям важнейшая история, это как бы не то, что кодекс чести, как бы вы государственники, вы не имеете права совершать кучу дел, а когда там ещё кого-то ловит на том, что он что-то берёт с гуманитарки, ну, это же совсем перебор, ну, ты чего? Это даже не вопрос того, что это там как бы обман, преступление, а то, что как бы когда ты идёшь вот в эту сферу, ты всё равно образ, как бы мы говорим про образ страны, ну, да, если он позоришь, ты как бы всё, компрометируешь всё сообщество. Я помню это, как они приходили в Думу, я тоже смотрю, как бы думаю, что у вас вообще на уме? Как бы вы представляете блогерское сообщество, на кого вообще похоже? То, что они приходят в Думу, это хорошо, но мы постараемся, ещё раз говорю, с ними работать так, чтобы всем было комфортно, чтобы отрасль развивалась. Действительно, это социальный лифт, который в стране работает. Очень хорошо, пускай, но хотелось бы, чтобы уважение в обществе было, чтобы они действительно понимали, с чем связано уважение в обществе, чтобы не сбивался этот прицел, иначе... А через кого мы построим эту страну? Понимаете, как бы я вот в последнее время вот о чём стал думать, что вот государство, его посыл понятен, но построение общественных институтов, институций, без работы непосредственно с лидерами мнения, оно невозможно. Ведь до тех пор, пока лидеры мнений живут в каком-то своём, мещанском, на самом деле, мирке, проблема всех этих голых вечеринок, это именно проблема мещанского мирка, когда человеку... Жалко, что сейчас не продолжение интервью со Стасом Васильевым, я бы сказал, что ему... Но ему нет до этого дела. Это не вопрос того, что он в реальности думает, ему просто всё равно. В офис. Ну, это, слушайте, это всё явление... Вот эта вечеринка, про которую вы сказали, это же просто как бы то, что на поверхности. А то, что за этим стоит, это огромный айсберг людей, которые... Ну, люди творческие, одарённые, которые предпочитают молчать или которые предпочитают там как-то быть... Ну, я вне политики, ну, окей, ты вне политики. Просто, когда твоя страна ведёт войну, ты так или иначе, тебе рано или поздно всё равно придётся определиться, поэтому молчать, вот промолчать это всё не получится. А участники голой вечеринки, они же просто... Они просто не чувствуют особенности времени. То есть они от этого изолированы надёжно своими майбахами, значит, хорошим красным вином, прекрасной, значит, прислугой, отточенной во всех отношениях и в информационной тоже. И они никаким образом не соприкасаются с этим реальным миром. А если бы они соприкасались, то не было бы, может быть, голой вечеринки, была бы какая-то другая вечеринка. Я не против вечеринок. И вообще я считаю, что тут не надо ханжестом заниматься, то есть пусть делают, что хотят. Но в этот момент они просто показывают, насколько они далеки, как говорил Герцин, страшно далеки они от народа. Вот это вот всё. То есть это получается, Мы пытаются его представлять. Да, это получается, что вот этот весь шоу-бис, он просто как-то... Как такая вот ещё одна ветка, которую пытались перекрутить к дереву. Она отсохла. Мне вообще считают, что у них ещё крыша есть, и всё можно. А потом, когда до горячего доходишь... Нет, ну крыша, какая крыша, конечно, есть. Дело в том, что их все приглашают в день рождения дочки. Я хочу, чтобы у меня тут пел, значит, Филипп Киркоров. Вот он пришёл, спел, и отлично. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что Филипп Киркоров-то он должен понимать, что происходит в стране. Если он с этим не согласен, ну скажи, я не согласен, поехал в Америку на концерт Мадонны, там, условно говоря, да, и всё, и с концами. И как бы, говорит у меня, он крышует вон тот, он влиятельный человек, он мои проблемы решит, а вы все идите вон, я никуда не поеду. Так же нельзя. Да, да. Оказывается, что это влиятельный человек тоже решить не может. Ну, что ж такое-то? Да, да, влиятельный человек. Тут много влиятельных людей очень у нас. Да, начни как бы разбираться в этом. Не в этом интервью. Вот это более серьёзный, конечно, вопрос, чем диаспоры. Я рад, что вы как вице-спикер как бы публично об этом говорите, потому что, конечно, то, как устроена страна, во многом, вот повторяя как бы ошибки Советского Союза, во многом сейчас мало кто понимает контекст 20-х годов. Зачем тогда было так, когда у нас пролетарии всех стран соединяются, и мировая революция как бы вот-вот должна произойти. Но мы, кстати, вот чтобы добавить пролетариев в Украине, а Ленина и отрезаем это всё Новороссию от Днепра, вот этот весь кусок. Просто то, что на Украине было преобладание крестьян, это считалось непрогрессивным классом, и вот чтобы добавить им пролетариата, взяли они карандашом вот так раз, жик, и вот эту всю часть отдали. А теперь наши, как бы, вот эти европейские бывшие партнёры, они всё время ссылаются на суверенитет Украины, думая, что Украина, она 500 лет как независима, и что просто на неё вот... Причём, как бы, реальные нацисты-то они, причём на уровне отказа от собственной национальной идентичности. Кто такие украинцы? Европейцы, которые, как бы, не помнят себя и верят в древних укров, а при этом мы, которые уважают все национальности, мы, русские, которые точно знают, кто они, откуда они и зачем. С уважением своих национальных и исторических и цивилизационных истоков. Конечно. И с уважением ко всем народам Российской Федерации. Конечно. Но здесь есть та самая грань, которая иногда трактуется двояко, потому что если мы уважаем все народы Российской Федерации, а государство при этом проявляет свою слабость и позволяет местным национальным элитам, ну, скажем так, брать больше, чем, собственно говоря, должно быть, и куда больше, чем отдаётся титульной нации, это путь Советского Союза. И это путь к катастрофе. Вот чего все не понимают. Ну, слушайте, это же было ещё со времён Ельцина. Берите суверенитет сколько хотите. И это же не вчера возникло. Ну, постепенно, постепенно, кстати, надо отдать должное опять же президенту, что в этой сфере тоже порядок навели и привели к единым нормам соблюдения Конституции со стороны всех национальных республик. Конечно, никаких президентов. Это как бы там определённые товарищи не переименовывали это всё, но как бы такого быть не должно. Да, глава республики. Конечно. Только так и никак иначе. Вы правильно сказали в начале о том, что мы сейчас в некой нулевой точке. Как бы вот эти 30 лет, это же как бы последствия развала. Мы как бы очень глубоко как бы упали. Ну, не нужно этого отрицать. Это катастрофа, это большая трагедия, развал Советского Союза. И то, что только сейчас, это на самом деле неудивительно. 30 лет-то мало, чтобы подняться из той впадины, где мы оказались тогда, в 90-е. И за 20 лет Владимира Владимировича, на самом деле, он же проделал громаднейшую работу. Да. Это прям, ну, космос вот в плане национального строительства, куда мы ушли. Ну, лгать не надо. Вот это самое важное. Мне кажется, такой урок, который надо вынести всем из распада Советского Союза. Много лжи было и, собственно... Не компромиссов. Именно поэтому люди и не пошли защищать Советский Союз. Именно из-за того, что... И вот как раз-таки эти элиты с голыми вечеринками. Это же то же самое всё. Ну, в какой-то степени, да. Ну, просто сейчас уже целый класс людей, которые могут себе позволить никак не соотноситься с реальностью в стране. А тогда такого не было, но лжи тоже было много. И хочется, чтобы мы вот эту вот ошибку не повторили. Потому что, слава богу, что сейчас другое время. И вы правы, что мы начинаем как бы вот этот путь русской цивилизации. Может быть, с какой-то достаточно низкой точки. Но точно знаю, что всё получится. Пётр, как бы, увидев вас настоящего русского человека, не могу не спросить про, на мой взгляд, самую главную угрозу для нашей русской цивилизации, нашего государства. Потому что то, что сейчас происходит, это понятно. Я вот искренне верю, что мы со всем сейчас справимся. Но что делать с рождаемостью, как бы, это очень серьёзный вопрос. Потому что вот моё мнение, без ухода в более консервативные вещи, к отходу в понимание такого традиционного общества, что-то исправить в реальности будет невозможно. Потому что, но мы все забываем, что за 2-3 поколения нас станет критично мало при текущем положении дела. Но это очень сложно. А для такой огромной страны это угроза из угроз. Сложный вопрос. Я считаю, что это вызов для страны, для государства. И вот недаром, опять же, Путин об этом говорит достаточно часто, что деньгами просто это не решить. Здесь речь идёт именно о возрождении некоего образа жизни. Конечно, нужно, чтобы молодая семья как можно быстрее получала возможность иметь своё жильё. Ну, конечно, нужно, чтобы женщина, вне зависимости от того, замужем она, не замужем, чтобы она получала поддержку от государства, существенную поддержку от государства с момента обнаружения беременности. Это важно. Для государства это не такие большие деньги, но для условной там девушки, которая принимает решение делать ей аборт или рожать, это очень важно. Ну и, конечно, нужно остановить индустрию вот этого абортного движения, которое так ратуют всякие фемоактивистки и так далее. У нас примерно в стране, ну, по разным оценкам, ну, примерно полтора миллиона абортов в год. Это, как вы понимаете, население большого города, ну, больше, чем Волгоград, допустим. И этих детей Россия не видит и их фактически убивают, они уходят на производство разных медицинских материалов. Мало кто про это знает, это на самом деле сложная тема. Нас сейчас могут там в шовинизме обидеть. Нет, нет, тут никакого шовинизма нет. Нет, нет, тут никакого шовинизма нет. Я за то, чтобы у женщины было право принимать решение, такое, как она считает нужным, но нам нужно, во-первых, убрать эту операцию из коммерческих клиник, потому что там закон не соблюдается, и там этот конвейер, он с такой скоростью работает, что он даже сообразить не успевает, она уже, ей уже сделали, всё. И второе, контроль над медикаментозными абортами, потому что сейчас при нынешней фармакологии просто таблеточка и до свидания. Но к этому надо тоже, так же, как мы с вами говорили про межнациональные отношения, и в этом вопросе нужно, безусловно, очень быть осторожным и деликатным, потому что как только ты что-то такое говоришь, ты произносишь слово аборт, всё, ты похровый консерватор, ты против свободы женщин. А никто не хочет разбираться. Вот говоришь им про эту индустрию, куда это дальше? Да ты что? Я говорю, ну ты вот посмотри, почитай. При этом я понимаю, в чём подоплёк, это действительно как будто ограничение женских свобод. Но если мы изменим сам подход, такого не будет. Да нет ограничения, пожалуйста, свобода, ты идёшь, ты просто идёшь так, свобода принятия решения есть. Просто в государственной клинике тебе покажут УЗИ, у тебя будет неделя на размышления, там несколько дней на размышления, беседы с психологом, если ты захочешь. И помощь государству. Вот что важно. Да, помощь государству вне зависимости от того, сколько зарабатывает твой предполагаемый муж там или молодой человек, не важно. Когда женщина решает оставлять или не оставлять ребёнка, она обычно ещё смотрит на примеры. И вот здесь как раз в плане законодательной ответственности мужчин, она, скажем так, специфична. Есть куча примеров, когда, ну, условно, годик побыли, дальше папаша говорит, а мне неинтересно, я поеду. Да, всё понятно. Да, у нас, это, знаете, это и мужчина, и женщина у нас очень как бы, ну, эгоистичные, что ли. Вот у них нету умения чем-то жертвовать во имя, там, семьи, любви. Это очень сложный вопрос, и, конечно, это невозможно законодательно регулировать. Потому что, слушайте, вы как обяжете мужчину быть мужчиной? У нас, да, про алименты. У нас половина мужчин, они воспитаны мамами, без пап, между прочим. И у них такой характер у всех тоже, значит, они с мамами советуются во всём. И вот он там пришёл, ушёл, вернулся, алименты, не алименты, это очень такое сложное дело. Вот разрушение традиционной семьи, оно как раз в этом-то и проблема. Почему мы говорим про традиционную семью как ценность? Потому что так наразрушали за эти годы, так напортачили все, что количество разводов, количество... Ну, ребята, это проблема не только в России, в США тоже такая же огромная проблема в плане разводов. Последний раз я смотрела статистику, разводится около 78% пар, поэтому тенденция на развод во всём мире идёт, потому что женщина стала эмансипированной, у женщин есть работа, у женщин есть доход. Поэтому чуть-чуть не понравилось, женщина хвостом махнула и пошла разводиться. Конечно, в старину, когда женщина сидела с детьми, а муж работал, доход был мужа, то, соответственно, меньше было разводов, потому что жена не могла сама себя обеспечить и своих детей. Но тогда были другие перегибы, то есть жене приходилось терпеть все выходки мужа, что он там творил, избиение, гуляние и так далее. Поэтому тут очень такая тонкая грань, и как эту проблему решить, чтобы и женщины себя чувствовали комфортабельно, и мужчины как бы хотели жениться и содержать какие-то детей. Это я не знаю, это просто целая глобальная проблема на самом деле. ...нерождённых детей, и количество несчастных просто женщин, которые остаются там с детьми на руках и без средств к существованию. Ну, эти проблемы, они все есть, от них тоже закрываться нельзя. И, конечно же, нужно людям в этих ситуациях помогать. Да. Петр Олегович, спасибо. Как бы для меня, честно скажу, это неожиданный разговор. Я не думал, что он так построится. Спасибо за откровенность. Спасибо вам. Я надеюсь у нас, как у страны, и у вас. У нас все будет хорошо. Так, все будет хорошо. Точно. Победа будет за нами. Вот. Значит, на этом интервью закончилось. Я хочу сказать, что я нашла интересные факты из биографии Петра Толстого. Вот. И, например, было сказано, что в начале 2017 года Толстого обвинили в антисемизме. Российское общество еврейских общин России высказало недовольство из-за его комментариев о передаче Русской Православной Церкви Исаакиевского Собора. Также его осудили депутаты Петербургского парламента Максим Резник и Борис Вишневский, обвиняя его в провоцировании межнациональной розни. Толстой тогда сказал, что, наблюдая за протестами вокруг передачи Собора, заметил, что внуки и правнуки в кавычках тех, кто рушил православные храмы, выскочив из-за черты оседлости с Наганом в 17-м году кавычки закрываются, продолжают дело своих предков. Спикер Думы России Вячеслав Володин, комментируя случившееся, сказал, что в словах Толстого каждый увидел свой потаенный смысл, что недопустимо. На самом деле, для меня это высказывание вполне понятно. Он как бы отражает не что иное, как фильм «Собачье сердце», когда Булгаков показывал нам, кто там был в кожанке и с чем они там с маузерами размахивали, какого уровня эти люди были. Есть еще интересная передача, когда Петр был журналистом, и у него на передаче был наш любимый Жириновский. Я нашла это интервью, это старое интервью, но то, что они были там рядом вдвоем, и как они общались, я думаю, заслуживает это интервью найти и его перезаписать. Я думаю, что я его сделала. Еще также отмечается, что в 2021 году Толстой заявил, что следует отменить ИГ и вернуться к традиционному русскому образованию. Качество образования катастрофически падает, и думать нужно не про техническое оснащение, хотя и оно имеет значение, а про то, как переломить ситуацию и вернуться к традиционному русскому образованию, где содержание всегда было важнее формы, без ГИА, ИГ и других аббревиатур, написал он в соцсетях. В том же году Петр Олегович резко отреагировал на слова экс-посла Азербайджана в Молдове, Белоруссии и Пакистане Инфандияра Вагабзаде, извините, сразу не смогла прочитать, который сравнил русских со свиньями и скорбил главу ЛДПР Владимира Жириновского. Толстой пригрозил ему последствиями и призвал извиниться за свои слова. После этого МВД РФ запретила Вагабица въезд в РФ на 50 лет. Все-таки я считаю, что он очень классный и очень прогрессивный. На сегодняшний день Петр Толстой является заместителем председателя Госдумы РФ. С апреля 2023 года он входит в состав рабочей группы, разрабатывающей предложения по запрету инагентам и деятелям культуры, покинувших Россию и критикующих страну, получает доход от творческой деятельности на российской территории. С конца 2022 года Толстой за свои позиции относительно ситуации на Украине находится под санкциями Евросоюза и Канады. Также он попал в черные списки в Великобританию, США, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии. В сентябре 2022 года после объявления в стране частичной мобилизации Толстой заявил о готовности при необходимости войти в число призывников и выразил мнение, что депутаты такие же граждане России, поэтому для них в сложившейся ситуации не должно быть никаких исключений. Я считаю, что Петр очень классный и на самом деле он подмечается, что он действительно родственник Льва Толстого и что он даже в 1991 году снялся в драме Леонида Пчелкина «Дело Сухого Кобылина», где играл графа Толстого. Насколько это интересно. Также известно, что депутат увлекается рыбной ловлей и несколько раз в году находит время, чтобы выбраться на различные водоемы вместе с единомышленниками. Опять повторяю вопрос, который я задаю вам все мои подписчики после окончания видео любого интервью Петра Толстого. Как вы считаете, созрел ли Петр для того, чтобы был рассмотрен в качестве преемника нашего ВВП и будет ли он достойной заменой на посту возможного президента Российской Федерации в 2020... Какой у нас там будет? В каком году у нас будут следующие выборы? Если сейчас в 2024-й, на 6 лет сейчас выбираю, 30-й, в 2030-м. В 2030-м году сейчас ему, насколько я знаю, где-то 50 или 53 года, ну что, вполне будет сознательный возраст, у него такой уже опытный, как деятель на политической сфере, тем более, что он в Госдуме работает, то есть знает все подноготно политических всех событий, интриг, так сказать. Может быть, прибавится еще у него опыт управленческого плана, но в плане патриотизма, то, что он так резко поднимает вопрос мигрантов, я считаю, что он снизыскал большое уважение наших соотечественников. Все, ребята, до следующего видео, я думаю, что я найду какие-то видео с Жириновским и я его запишу, потому что оно очень старенькое, по-моему, оно где-то было на каких-то телеканалах, где-то в всех сетях, но я его не видела на YouTube, а стоит пересмотреть, очень интересно. Всем до связи, всем пока, подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok